У каждой аристократической семьи Рима были не только дворцы в центре города, но и загородные виллы. Речь сегодня пойдет о семье Памфили. Я покажу вам не только, где находятся дворцы Памфили в центре города, но и прекрасную виллу, по которой мы с вами прогуляемся. Вилла Памфили еще до избрания папы Иннокентия X принадлежала семье Памфили. После избрания папы между 1644 и 1655 годами вилла стала казаться еще более роскошной. Вот так выглядит герб папы Иннокентия X – лилии и голубь с веткой пальмы. Не художники и архитекторы подписывали свои работы, а заказчики. Увидев в Риме такой герб, вы теперь будете знать, что заказчиком был папа Иннокентий X. Внутри виллы работали художники того времени, такие как Александр Альгарди, Гримальди, Бернини. Вилла была собственностью семьи Дория Памфили до первой половины XX века. Сейчас вся вилла принадлежит муниципалитету Рима и является огромным парком. Это любимое место отдыха римлян. Сам дворец является резиденцией премьер-министра. Здесь же рядом с виллой проходит улица Донна Олимпия. Кто же такая была Донна Олимпия? На виллу Дория Памфили мы еще вернемся с вами в этом видео. А сейчас давайте переместимся на площадь Навона, где я расскажу вам историю про Донну Олимпию. Такой, какой мы видим сейчас площадь Навона, она стала при правлении Папы Иннокентия X. Здесь издавна находилась его фамильная резиденция. В XV веке были куплены три дома. Когда в 1644 году кардинал Джованни Батиста Памфили стал Папой Иннокентием X, он решил построить новый дворец, который бы подчеркивал состояние семьи Памфили. В качестве консультанта к строительству был приглашен архитектор Франческо Боромини. 23 зала, украшенные фресками, находятся в этом дворце. При строительстве дворца в качестве часовни была присоединена церковь Святой Агнессы. А после завершения всех работ Иннокентий X отдал дворец Олимпии жене своего брата. О Донне Олимпии, хозяйке Рима, сегодня мы и поговорим. Эта женщина, которую не любил народ, была советчицей Папы Иннокентия X. Без нее не принималось ни одно решение. В памяти римлян Олимпия осталась как влиятельная, хитрая, жадная ко власти и деньгам дама, которую боялись и ненавидели. Ее называли Донна Олимпия, Папесса и Пимпача. Папесса понятно, почему называли. Было такое чувство, что в то время правил Римом не папа Иннокентий X, а именно Донна Олимпия. А вот откуда взялась Пимпача? Это прозвище прилипло к Олимпии от героини комедии Пимпы, которая была хитрая, безжалостная и жадная. Олимпия родилась в Витербо. В семье было четверо детей. Но отец твердо решил воспитывать только сына, единственного наследника, а трех дочерей отдать в монастырь, чтобы не тратиться на приданное призамужестве. Детство Олимпия провела в монастыре. Читать она умела, но о культуре имела поверхностное представление. Ведь ей была уготована жизнь в монастыре. Со сверстницами всегда возникали трудности из-за ее тяжелого характера. С ней никто не хотел общаться. Олимпия была очень характерная и решительная девочка. И вот однажды любыми силами она решила выбраться за стены монастыря, обвинив бедного и невинного священника в сексуальных домогательствах. Этого ей было достаточно, чтобы выйти из монастыря. В возрасте 16 лет ее выдали замуж за богатого и пожилого землевладельца из Витербо, который через три года умер, оставив вдове большое наследство и свободу. Еще через несколько лет она выходит замуж за 50-летнего знатного римлянина Памфилио Памфили и переезжает жить в Рим. Жизнь 20-летней Олимпии изменилась. Из провинциального общества она перенеслась в высший свет. Это был брак, который удовлетворял их обоих. Олимпия переехала в Рим и стала членом одной из самых важных семей римской аристократии. В то же время как Памфилио женился на богатой молодой женщине, которая не была очень привлекательна, но зато была богатой. В этот период в семье Памфили были денежные проблемы, и этот брак был как сделка. Олимпия выходит в высший свет, а Памфилио получает деньги. Тем временем младший брат Памфилио, Джованни Батиста, поднимался на вершину церковной лестницы. Его ждала блестящая карьера. Вот-вот он мог стать папой римским. И у Олимпии уже созревал коварный план. Она вступила в очень дружеские отношения с братом мужа. В этом браке с Памфилио Памфилип, у нее сначала родилась дочь Мария, а через 10 лет сын Камилло. Позже по Риму поползли слухи, что Камилло сын Джованни Батиста, то есть сын брата мужа и будущего папы римского. Сейчас уже сложно отделить правду от вымысла. Жизнь Олимпии обросла слухами. Сложно поверить, что женщина столь скромного происхождения достигла таких высот. Но в Риме не переставали ходить слухи о том, что Донна Олимпия больше времени проводит с братом мужа, чем с мужем. А после смерти мужа отношения Олимпии и Джованни Батиста Памфили стали еще более тесными. И вот наступил тот день, когда кардинал Памфили был избран папой под именем Иннокентий X. На собрании кардиналов, которые созывают после смерти папы римского, для избрания нового папы проходит тайное голосование. Все это происходит в Сикстинской капелле, в помещении, изолированном от внешнего мира. Выйти оттуда кардиналы могут только после избрания нового папы. Об этом оповещает дым из трубы. Листочки с голосами подсчитывают и сжигают в печи. Если папа избран, добавляют белую краску в огонь, и из трубы идет белый дым. Если папа еще не избран, то черную краску. Конклав 1644 года проходил с 9 августа по 15 сентября. По примерам других пап мы уже знаем, что не всегда честным путем папу попадали на престол Святого Петра. Во многих конклавах большую роль играли деньги. Донна Олимпия пустила в ход деньги от первого брака. Всеми силами способствовала, чтобы папой стал кардинал Джованни Батиста Памфили. И в благодарность за это, самый первый торжественный кортедж папы Иннокентия X по Риму прошел именно под окнами Олимпии, чтобы она смогла помахать ему рукой из окна. Было хорошо известно, что любой, кто хотел обратиться к кардиналу Памфили, а после избрания уже к папе Иннокентию X с просьбами или какими-то пожеланиями, то должны были сначала отдать дань уважения донне Олимпии. После избрания нового папы Иннокентия X, Олимпию стали называть Папессой. Казалось, что папа подчинился ей и был не способен принимать решения без Олимпии. Сам же Иннокентий X говорил, что чувствует себя кораблем без руля. Все было в руках Олимпии. Она принимала решения, управляла казной, все кланились ей, задаривали богатейшими подарками. Эта везде успевающая донна Олимпия даже собирала налог с куртизанок и борделей и выведывала у них секреты их клиентов. За 11 лет понтификата Иннокентия X Олимпия сказочно разбогатела. Рядом с площадью Навона находится знаменитая говорящая скульптура Пасквина. Говорящая, потому что все новости узнавались именно здесь. И не раз на статую вывешивались сатирические стихи, высмеивающие Пимпачу. Вот, например, Окна дворца выходили на площадь. Ее надо было украсить более впечатляющими фонтанами, чем были, чтобы площадь радовала глаз. И объявили конкурс. В начале Бернини не был допущен к участию в конкурсе. Первый эскиз фонтана был выполнен Франческо Боромини. Именно ему принадлежала идея установки в центре фонтана Обелиско. Но папе этот проект не понравился. И тогда Бернини создает свой проект фонтана. Делает его модель из серебра и дарит... Кому бы вы думали? Донне Олимпии. Проект, конечно же, был утвержден. А отношения двух архитекторов Боромини и Бернини еще больше накалились. На площади Набона и на фонтане можно встретить много голубей с веткой в клюве. Эмблема семьи Памфилии, с которой папа Иннокентий X. И обелиск венчает тоже такой же голубь. На строительство фонтана Четырех Рев ушло очень много денег. И поэтому был введен налог на хлеб. Народ ворчал и негодовал. В 1650 году был юбилейный святой год. В этот год Папа Римский на весь год открывает святые врата, пройдя через которые прощаются грехи. Юбилейный год проходит с XIII века и до наших дней. И всегда врата открывал только Папа. Но не в этом году. В этом юбилейном году рядом с Папой в момент открытия святых ворот стояла Олимпия. И Олимпия к юбилейному году приготовила подарок Папе. Это был его портрет. Автор Веласкис. Портрет сейчас находится в галерее Дория Памфилии, на Вио-дель-Корсо, так же, как и бюст Донной Олимпии. Однажды у Папы Иннокентия X лопнуло терпение. Был такой случай, что Папа без Олимпии утвердил нового неугодного ей кардинала. Олимпия негодовала. Папа лишил ее права распоряжаться финансами церкви и удалил Донну Олимпию от дел. Обиженная и оскорбленная Олимпия жила во дворце на площади Навона за Творницей. Но это было недолго. После смерти неугодного ей кардинала она вернулась к привычной власти. Потом Папа начал часто болеть и не вставал с постели. А 7 января 1655 года умер. Так Донна Олимпия в течение двух дней скрывала его смерть. Ей нужно было время для того, чтобы вывести богатство. Она даже увезла два ящика золотых монет, которые были спрятаны под кроватью Папы. Тело Папы нашли в комнате полной мышей. Донна Олимпия даже не захотела брать на себя расходы по похоронам, заявив, что вы хотите от бедной вдовы. Похороны Папы были очень скромные. Камилла Памфили, который приходился Папе то ли сыном, то ли племянникам, заказал памятник, который находится в церкви святой Агнессы. Но редко кто его там замечает. После смерти Папы опять должен был состояться конклав и выборы нового Папы. На святой престол был выбран Папа Александр VII. Он выслал Донну Олимпию из Рима. Но украденные деньги и ценности так и не удалось вернуть. Где-то через два года она умерла от чумы, оставив свое награбленное и накопленное наследство детям. На Вео-дель-Корсо находится галерея Дория Памфили, которую туристы незаслуженно проходят мимо. История этого дворца началась с брака сына Олимпии Камилло с Олимпией Альдебрандини. Ходили слухи, что две Олимпии не могли ужиться и постоянно ссорились. Не проходите мимо этой галереи. Здесь собраны не только шедевры Рафаэля, Тициана, Карачи и Караваджо, но и интерьер поражает своей красотой. Вот такая история про Донну Олимпию, Папесу и Пимпачу в одном лице. Есть еще истории про блуждающий призрак этой властной женщины. Но расскажу как-нибудь в следующий раз. Во времена правления Иннокентия X фонтан Мавра был усовершенствован. Эта статуя была сделана по эскизам Бернини. Мавр стоит на ракушке и удерживает за хвост дельфина. Совсем рядом, за углом Палаццо Браски, стоит говорящая статуя Пасквина. Мы уже видели его сегодня. Вы никогда не задумывались, что Пасквина и Мавр похожи? Такое чувство, что говорящая статуя послужила моделью. Очень часто художники и скульпторы того времени зашифровывали тайный смысл в своих произведениях. Ведь свободное выражение мысли не поощрялось, а даже наказывалось. Частенько на говорящую статую вешали замечания в адрес Пап. И Пасквина был злейшим врагом для них. А тут под окнами дворца фигура Мавра, напоминающая Пасквина. Это просто сходство или злая шутка? Ведь папа Иннокентий X не любил Бернини, а отдавал предпочтение его врагу Боррумини. В Риме столько тайны и сокровищ, что можно рассказывать о них бесконечно. В других городах, чтобы насладиться произведениями искусства любимого художника или скульптора, надо идти в музей. А в Риме достаточно зайти в церковь. Только нужно знать, в какую. Ну и если мы уже с вами находимся рядом с церковью Сан-Луиджи де Форнези, давайте зайдем сюда. Я знаю, что многие из вас ждут продолжения истории картин Караваджо. Караваджо мечтал получить заказ для написания картины в церковь. Все ранее написанные картины находились во дворцах. Их мог видеть только узкий круг ценителей искусства. По мнению Караваджо, если картина будет находиться в церкви, то главный ценитель народ узнает о нем и заговорит, как о художнике. И заказ такой наконец-то поступил. Караваджо работал над этим заказом с большим энтузиазмом, как будто всю жизнь ждал этого момента. С раннего утра и до позднего вечера, не покладая рук, работал своей мастерской. Огромная картина «Призвание апостола Матфея» была готова в канун рождественских праздников. Ночью ее перевезли из мастерской в церковь Сан-Луиджи де Форнези. Во время рождественской мессы читается именно Евангелие от Матфея. В праздничные дни церковь была переполнена прихожанами. Слушая мессу, люди смотрели на картину, на которой был изображен важный и главный эпизод из жизни апостола Матфея. Отец Божий увидел мытаря, сидящего у сбора пошлин по имени Матфей, и говорит ему, «Следуй за мной», призвал его изменить жизнь и стать апостолом. И он встал и последовал за ним. Мытарь – это человек, который собирал налоги. На картине Караваджи мы видим Матфея с рыжей бородой. Здесь идет подсчет собранных денег. И все внимательно следят и считают. У Матфея три охранника с оружием, потому что в то время в Риме было очень опасно ходить одному, да еще и с деньгами. Позировали охранников Бартоломео и Чеко, помощники Караваджио. Их еще не раз можно будет встретить в картинах Караваджио. Покой, тишина, слышен только звон монет. Неожиданно эту увлеченную компанию за подсчетом денег осветил божественный свет. И из тени появились два незнакомца. Отец Небесный с нимфом над головой указывает на одного из сидящих за столом. Этот жест напоминает нам жест с фрески Микеланджело «Сотворение человека» в Секстинской капелле. Из всех удивленных столь неожиданным появлением двух незнакомцев, только один мытарь Матфей понял, кто перед ним стоит. Обмен взглядами, жестами и как будто слышен вопрос Матфея. Кто я? Отец Небесный с апостолом Петром. Появились здесь лишь на мгновение, чтобы призвать мытаря изменить жизнь и стать апостолом. Это мгновение и запечатлил Караваджо. После рождественских праздников слух о картине разнесся по всему городу. И весь римский народ устремился в церковь Сан-Луиджо-де-Форнези. И, наверное, с приходом народной популярности и начали появляться караваджисты, которые стали подражать Караваджо. Сейчас в Риме проходит выставка караваджистов. Я уже посетила ее, но, к сожалению, снимать и фотографировать там было запрещено. Так что не могу вам показать ее. А так хотелось бы. Но вернемся в XVI век. Любому художнику хочется затеряться в толпе и прислушаться к голосам, которые обсуждают произведения. Караваджо заходил в переполненную церковь и жадно прислушивался к любому мнению. Наверное, никогда он не чувствовал себя так хорошо в церкви, как сейчас. Его волновала оценка не знатоков искусства, а простого народа. На картине изображены хорошо знакомые народу персонажи. Потом уже к церкви стала приезжать и римская знать. Этот год был юбилейный, святой. В это время Рим переполнен паломниками и гостями со всего мира. Картина поразила всех. И сейчас те, кто знает и ищет Караваджо в Риме, приходят в эту церковь полюбоваться тем мгновением, которое запечатлел Караваджо. Прежде чем приступить к написанию картины «Мученичество апостола Матфея», Караваджо был на казни Джордана Бруно. Об этой истории я рассказывала вам в прошлом видео. И у художника на этой картине появился акцент не на Матфея, а на злобного убийцу. На этой картине около 30 персонажей. Караваджо очень умело всех их разместил. Но мы начинаем рассматривать картину именно с осветленной части. И что же нам напоминает фигура убийцы? Когда Караваджо спросили, кто позировал убийцу, он ответил, «Это же Адам с сикстинской фрески «Сотворение человека Микеланджело». Лучше натурщика не сыскать. Как вы считаете, не будет ли на меня в обиде мой великий тезка?» Убийца держит за руку упавшего на пол Матфея, поднимая над апостолом смертный меч. Все внимание на картине сосредоточено на фигуре убийцы и Матфеи. Люди, рассматривающие картину, в ужасе отходили от картины и даже кричали, «Убийца!» Так реалистично все передано. Если внимательно рассмотреть всех персонажей картины, то можно найти и автопортрет Караваджо, он тоже чуть выделен цветом. Ведь вы же помните из прошлого видео, после сожжения Джордана Бруно на площади Кампо де Фиори, Караваджо попал в больницу. Сказалась усталость и нервный срыв от увиденного. В этом взгляде он передал свои переживания. К апостолу Матфею на исцеление приходило много народу. Мы как раз видим их на картине. Фигура мальчика, который с криком бежит из церкви, это крик ужаса, увидев зверское убийство в церкви. На облаке ангел, который протягивает Матфею пальмовую ветку, как символ его мученичества за веру. И вторая картина вызвала большой интерес у римлян. Теперь уже слова о двух картинах разнеслась по городу. Караваджо приступил к третьей картине из этого цикла, к картине «Апостол Матфей и ангел». В этой картине «Апостол» пишет свое Евангелие. Первый вариант картины был отвергнут духовенством. И какой же был позор для Караваджо везти ее обратно в мастерскую. Недруги тут же начали распускать всякие сплетни, и, проходя по улице, Караваджо казалось, что все показывают на него пальцем. Но через несколько дней коллекционер и банкир Винченцо Джустиниани покупает картину. Это был как жест подачи руки помощи в трудную минуту. Потом эта картина выручила и Джустиниани. Когда у него были проблемы с деньгами, он ее продал. Караваджо взялся за написание второго варианта. Когда он приступил к написанию картины, из Милана пришло печальное известие. Известие о смерти его учителя, который был для него как отец и мудрый наставник. Работая над картиной, он вспоминал о дорогом ему человеке. И, наверное, в фигуру Матфея вложил любовь и благодарность своему учителю. Если вас интересует искусство в Риме, и вы хотите поближе познакомиться с работами Караваджо, Микеланджело, Рафаэля, я советую прочитать вам книги Александра Махова. Они помогут вам понять историю и смысл произведений. Ну а сейчас я оставляю вас одних на улицах Рима. Прогуляйтесь и отдохните под прекрасную музыку. А я на этом буду прощаться с вами. Пишите комментарии, подписывайтесь и делитесь видео с друзьями. И не забудьте про лайк. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok